...региона Америка. У микрофона по-прежнему для вас работает джем. Напоминаю, что формат данной встречи Best of 1. И давайте уже плавно переходить непосредственно к пикабанам. Elder Titan, Vengeful Spirit и Tidehunter от Digital House и Drinking Boys отвечают пиком Леона, Бэтрайдера и Драгон Найта. Ну и по банам Рики Мару, Феникс, Алхимик и Джиггернаут от Digital House. Ну и Drinking Boys забанили, Лайфсилера, Слардара, Timber Soul и Death Prophet. Ну вот примерно такая расстановочка. Я напоминаю, что у нас на стриме задержка 5 минут. Так что, ребят, если вы хотите что-то написать, вы жмакните, а я там прочитаю и обязательно отвечу. Так что... Вот. Тут у нас немножко непоняточка была, там напутались с анонсом, закинули анонс EG против Void Boys, что он будет на этом канале. Нет, ребята, EG Void Boys будет на первом канале. Если вы пришли сюда именно за этим матчем, можете переключиться на первый. Там для вас этот матч будет комментировать, если я не ошибаюсь, God Hunt и Mile. Так что, если вы хотите посмотреть на EG, то вам на первой. Если вы хотите посмотреть за резолюшеном Виха и Мизери, то вам сюда. Ну что ж, Слард для Drinking Boys. Ну и с чем ответит нам Digital House? Давайте посмотрим. В принципе, здесь у них уже все понятно. Это Terrorblade. Я не знаю, честное слово, зачем, чем так популярен этот герой стал внезапно, потому что я его все чаще, чаще, чаще вижу в пиках. Да, безусловно, он неплох против героев именно с физическим уроном. Да, у него там очень много армора, все дела. Но, блин, ему очень много нужно фармить. Он крайне жадный герой. Ему надо фармить, фармить, еще раз фармить. Так что такое, Сларк вполне себе справляется с этим парнем. Плюс сейчас еще Drinking Boys, конечно, забрать что-нибудь сверху с магическим прокастом не мешало бы. Так вообще, Terrorblade бы разваливался. Так что, ну, такое. Но, опять же, не будем забывать, что это Digital House. Опыта у них очень много. Так что здесь они, безусловно, выступают в роли лидера. Так что, в принципе, все карты у них на руках. И я думаю, что с этим героем, именно Terrorblade, они умеют играть. Вопрос только в том, что заберут они себе на ласт пик. Здесь остался только мидер. Ну и нужно подумать все-таки, кто неплохо заходит под эти пики. Опять же, было бы неплохо взять какой-нибудь раскаст. Опять же, есть Tide Hunter с Ravage. Опять же, есть Elder Titan с R-Splitter. Имберспирит. Ну ладно, моя аналитика не очень, я понял. А это Эмберспирит для Digital House. Ну что ж, Эмбер так Эмбер. Чем ответит Drinking Boys? Так, секундочку, сейчас я тут, ребятки, отпишу. Ну и Акса. Акс появляется для Drinking Boys. Вот такая у нас расстановка по героям. Там, я пока даю просто информацию у нас, конференцию, потому что там непоняточка небольшая началась с матчем. Ну вот, собственно, ничего страшного. Сейчас все разрулится. Ну что ж, разбирают нас ребята героев. Давайте пройдемся по составам. Но, для начала прогнозируем. Так, первый игрок, который сделает 50 ласт хитов. Ну, наверное, 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 резолюшн. Magic Pure Damage по героям, которые он несет. Хм, интересный вопрос. Pure Damage как такового тут нету. Так что, ну, сложно брать. Total Magic or Pure Damage. Ну, больше всего магического урона кто может внести. Не знаю, какой-нибудь Саксо под Дор Сплитером. Может быть, как вариант. Ладно, несу. Сейчас мы к этому делу. А, слушайте, нам нужно быстрее прогнозировать. Да, давайте сейчас быстренько, быстренько. Не знаю даже, кого выбрать. Давайте, наверное... Нет, не думаю. Саксо пускай будет. Так, Player of NetWars на 25-й минуте. Конечно же, резолюшн. Ну, и выиграет кто, ну, конечно же, Digital House. Все. Прогнозы-ки сделали. Давайте пройдемся по составам канала. Команд теперь же опять перекрасили речку. Боже мой. Резолюшн, конечно же, будет играть у нас на Terrorblade. На Elder Titanium будет играть у нас Саксо. На Vegeful Spirit будет играть Мизери. Виха будет играть на... Господи, хотел сказать, Earth Spirit. Конечно же, Эмбер Спирити. И на Tide Hunter, и само собой, будет играть Moon. Ну, и Drinking Boys. Шанкс будет играть у нас на Аксе. На ДК будет играть у нас Кетавас. На Леоне будет играть Мантоу. На Саларкевича, Сакула. И на Бэтрайдере товарищ Мэтт. Собственно, вот такая расстановка у нас по героям. Давайте смотреть у нас теперь расстановочку по лайнам. Кто где, против кого и как будет стоять. В миде у нас будет противостояние. Эмбер Спириты против. ДК, в принципе, ни тот, ни другой. Не должны страдать по фарму. В принципе, ДК. Опять же, за счет того, что будет обвузить тот же Боттл. Должен вполне себе вывозить. Ну, а Эмбер Спирит, понятное дело, может быть, поначалу будет немножко проседать. Но потом, я думаю, нагонят, если что. На Боте у нас будет противостояние Сакулы. Вместе с Мантоу. Кстати, как больно наваливает Сакса. Просто с руки идет этому Мантоу. Говорит, иди сюда, Вася. Буду тебя ломать. Под этим Астрал Спиритом. Да, конечно, больновато Леончику. И крайне неприятно, конечно, стоять против таких двух героев. Опять же, здесь есть Му, который себе рано или поздно прокачает Кракеншилл. У него уже есть Анкросмэш. И будет неплохо вам гасить урон того же Сларка. Да, вот мы видим, что 61-27. Там крайне мало с руки. Даже Крепочка тяжеловато добивать. Так что такое себе. Я так понимаю, тут Шанкс Лесной. Ну и да, тут Саксат. Говорит, нет, ты не будешь фармить. Пошел Астрал Спирит. Нас набрал урона. Пошел Агр. И как по мне, Акс это проблемы. Акс, 52 плюс 28. Еще одна буквально тычечка. Это Ферст Блад для команды Диджитал Хаос. Вот так у нас начинается игра. Все-таки, видимо, мой прогнозик по поводу магического рода сбудется. Хотя там физически, конечно, урон с руки. Но ладно, не суть. На топе у нас будет Мэтт стоять против Резолюшна и Мизери. Ну и крайне опасно играть у нас Бэтрайдер. Вполне себе его могут тут и забрать. Мы видим, что уже потратил первую у нас, если что, первую метаморфозу Резоль. Ну, это понятное дело, чтобы пофармить. Ладно, не суть. Ну и мы видим пока у нас вот такое бодрое начало. Сакса прекрасно реализует этого Элдер Титана. Это, опять же, не сопортящий. Я больше сказал бы, что агрессирующий Элдер Титана. Тут Монто сейчас может отъехать. Там, ах, был бы второй Титановский Спирит, то может быть. Но тут он первый, так что вряд ли. Вряд ли. Или Эхо Стомп и минус Монто. Красивая игра от Саксы. Просто шикарная, я бы сказал. И Диджитал Хаус просто начинает давить своих оппонентов нещадно. Этот Титан неудержимо. Я не знаю, что с ним делать. Точнее, команда Drinking Boys не знает, что с ним делать. Увы. Ну что ж, 2-0. Тем временем, как в миде у нас дела? В миде, в принципе, все ровно. Мидера обеих команд формят. Так что здесь ничего особо интересного не происходит. По идее, там должен Роуми приходить, опять же, Титан. В свою очередь, также, периодически должен наведываться какой-нибудь Леон. Если что, Акса рядом есть. Но это не скоро все будет. Так что здесь, я думаю, мы увидим только агрессию, если только Диджитал Хаус. Ну, на боте, тем временем, Сакула. У Сакула все печально. На самом деле, у него 8 на 1 всего лишь Крипстат. Когда уже у Резолюшена 14 на 1. Он, конечно, не топовый. Но, я думаю, только ускорится со временем. Опять же, не будем взывать, что это Террор Блэйд. Вот, ему поначалу сложновато откровенно фармить. Но потом, с иллюзиями и так далее, он просто будет по КД ускоряться. В плане нетворсов. Так что здесь особых проблем быть не должно. Да, ребят, напомню, что задержка у нас 5 минут. И если действительно какие-то косяки по звуку, возможно, плохо меня слышно и так далее, ребят. Я, к сожалению, смогу это пофиксить только со временем. Увы. Но вы обязательно черканите, если вас что-то не устраивает в плане звука. Я обязательно это починю, так скажем. О-хо-хо-хо. Арканцы уже появились тем временем у Элдер Титана. Немножко я упустил этот момент. Сакса, да, действительно. И 4 минута не миновала. А там уже целые арканцы есть. Все прекрасно. У него понятворс. Я думаю, сейчас можно даже посмотреть общую ценность. Да, Титан у нас на районе. Хотя, на районе. В районе. Того же. Тайтхантер идет, так что. Но, в принципе, неплохо в целом. Так, на топе там у нас нарисовывается какая-то движуха. Перетянулся сюда Сакса. Есть Мизери. Рядом у Мизери уже 4-й левел. Ну, я так понимаю, сейчас будет пуш Тавра. Да, подрубается Метаморфоза. Пошел Эхо с Том. Проблема у Мэда. Еще одна тычка. Это очередной фраг для Digital House. Умирает Бэтрайдер на топе. Резолюшн призывает иллюзии. И Тавр тоже начинает крошиться. Сколько там с руки убьет он? 123 плюс 14 еще не так уж и много. Но, опять же, не будем забывать, что есть Винга, которые дают ауры урон. И урон этот идет от белого урона. А у Террор Блейда очень много белого урона с руки. Так что... Так, я там смотрю, в миде втроем собрались Drinking Boys. Не знаю, что они хотели изобразить, но Акс, к сожалению, пока еще не боец. Там третий левел всего. Здесь уже Сакулу просто загнал Му под Тавр. Тут уже начинает развлекаться таунтами. Просто шикарный, конечно, таунт этот на Тайтхантере. Можно доразнить своих оппонентов. Но, тем временем, Резольт забрал Т1 на топе. Может, в принципе, идти дальше. Если что, кстати, забавно у него... Забавно у него Аркана меняет цвет. Хамелеон такая. Да, мне бы такую, конечно, но я, увы, бомж. Так, Манто. Манто тут пытается мансить, но тут уже просто Му в наглую заходит. Просто одним энкорсмешем просто ломает пол лица. И что ты с этим Тайдом будешь делать, непонятно. Подходит сюда уже Сакс. А нет, Мизери, простите. Мизери рядом есть. Есть у Мизери Блайнстол тем временем. Есть Тики. Мизери, если что, может ворваться. Ну и мы видим, что топ-1 по Нетворцу уже у нас тем временем Резольт. Ну, понятное дело, Резольт фармит как не в себя. Ничего ты ему не можешь сделать. Сейчас получит еще шестой. Можно будет свапаться хпшками. А там, тем временем, проблемы у товарища Гитаваса. Привязали еще один Астрал Спирит. Есть тут Шенкс. Агр пошел. Уйдет Ли. ДрагонТейл залетает по Вихе. Но нет, не отпускают здесь ДК. И ДК отправляется в таверну. Он пытался Акс засевить своего тиммейта. Но, к сожалению, не получилось. 4-0 в пользу команды Диджитал Хаос. Очень бодро начинают ребята. Так, Мантоу. Мантоу перетягивается в мин, что будут пытаться выходить на Эмбера. Но Эмбер же просто уйдет на Реминанте. У него там есть же один еще. Глупая идея. Также рядом есть Саксы. У Саксы все прекрасно. У него уже практически шестой Лайлл скоро появится. Так, не дотягивается чуть-чуть Эхо с Томпом. Если бы дотянулся, то были бы проблемы уже у Мантоу. Тут уже прилетел сюда ДК. И нужно, наверное, отойти у нас Сакси. Сакси можно, например, по лесу прогуляться. Потому что здесь вот Сакула стоит уже где-то в кустах. Мизери на пару с Му начинает пушить. Вот Сакула получил шестое, понятное дело. Хотел просто намошнить. Ну и будет тоже, наверное, смущаться в лес. Формить как-то пытаться. А тут вот у нас тем временем Элдер Титан бегает. Показал, говорит, здесь вот есть назойливый Сларк. Ребята, если что, будьте осторожнее. Ну и Сларк, видимо, решил поагрессировать. Но это глупая идея. Опять же, у Сларка на бой, к сожалению, ничего нет. У Сларка просто голый тапок и обычный стик. Увы. Мы видим, что Нетвор Сларка. Это Нетворс того же Бэтрайдера. Это крайне печально. Это иметь Нетворс такой же, как у твоего оффлейнера. Тем временем забрали Диджетал Хаус Т1 по боту. В миде начинается драка. Гитавас кидывается Драгон Тейлом. Виха. Что, неужели давить пойдет? Тут у нас втроем уже собрались. Команда Дринкинг Бой. Загрили Виху. Так, проблему с Акулой. Сакула прожимает ультимейт. Шадоу Дэнс пошел. Еще один Спирит залетает от Саксы. Спирит идет. Упрыгивает у нас все-таки Сакула. Сакула выживает. Как я слышал, подкоп где-то был. Но, видимо, что просто Леончик подкопал. И бежать также мантол. Понятное дело. Ну и в итоге никого не забрали у нас в Диджетал Хаус. Но, опять же, очень сильно давят они своих оппонентов. Я так понимаю, что сейчас пойдут забирать Т1 по миду. Так, в миде. Гитавас получает очередной эхо стом. Подходит Мизери. Должен вишить сейчас минус армор. Подходит Му, Рэвэдж. И Гитавас отправляется в таверну. Вот на развороте можно наказать за это Му, но тут уже резолюшн. И крайне опасно драться, потому что резолюшн есть метаморфоза. 177 плюс 10 урон с руки. Просто нереальные иллюзики. Пошли наваливать по тавру. Подходит сюда Шэнкс. Кончился Firefly тем временем уже У Бэтрайдера и... Нет, точнее Не кончился, вот сейчас заканчивается, да И все, можно спокойно идти, очередную иллюзию Призывает себе Terrorblade В исполнении резолюшена И ребята из команды Digital House уже начинают пушить во всем Что, прожимается Глиф А Drinking Boys прилетел сюда Гитавас Подставился под эхо-стомп, Му рядом есть Не дотянулся Мкарсмэшем Наверное, единичку стоило взять, как на самом деле Гаш, чтобы как-то замедлять Хотя вот Мизери Боль на самом деле оторвал только Шэнкс пол лица, но также Шэнксу оторвал Резолюшен, летает Мэтт Сейчас у него закончится Firefly, половина еще, очередной эхо-стом Пошел, ни по кому не попал Но отступает пока Digital House Понимает, что, ну, дальше, наверное Агрессировать не стоит, сейчас у них и так все Прекрасно, так что Ну, не сумели забрать, так не сумели Что там, тем временем по графикам давайте глянем Мы видим, что уже в районе 5000 По голде, 5500 За команда Digital House А вот по XP не так много, 2500 всего Но по голде уже отрываются прилично Опять же, за счет того, что фармят лучше Мы видим, что топ-3 нет Топ-3 нет, господи Топ-3 нетворца Что со мной сегодня? Надо скороговорочки пойти поговорить В перерыве Заговариваться начинаю, да Топ-3 нетворца принадлежат команде Digital House Топ-3 героя Ну, я так понимаю, да На Тайде это будет Мекка У Саксы там, тем временем, 900 на руках Не знаю, что будет собирать далее Какой-нибудь Ю, возможно, как вариант У Шенкса 1100 на руках Я так понимаю, хочет выформить Даггер Но не скоро появится этот айтему Гитаваса там вообще ничего нет Кроме ПТ бутылки У Мэда также ничего не имеется Купил он себе брейсер Я так понимаю, будет выход в какие-то барабаны стандартные Много раз я уже видел этих самых бэтрайдеров Которые летят на своем Firefly И теряют пол лица Пока там до кого-то долетят Тут очень сильно напрягает Саксы своими спиритами Астрал спиритами и эхостомпами Ну и смоки бьют у нас тем временем Drinking Boys, неужели пойдут агрессировать? Там у нас есть Му Но Му на самом деле не та цель Которую нужно убивать Потому что там 1100 хп У него есть второй Kraken Shell Пробить его тяжеловато будет Очень тяжеловато прожимается Баклер От Му Ему просто уйдет на ноге, да Бессмысленная затея И в итоге непонятный мне смок от команды Drinking Boys Ну и готовая Мека тем временем уже у Му Так, у Вихи У Вихи все прекрасно А сейчас себе купят какие-нибудь ТРВЛА Как обычно по стандарту будет сплитпушить Здесь все ясно Драгон Лайнс появляется уже у Террор Блейда У Резолюшена Теперь с Метаморфозой там просто В полноценного РНЖДД можно превращаться Ну и смог тем временем от команды Digital House Мизери, Моу и Сакс Отправляются на вражескую территорию Могут они кого-нибудь найти Ну или как минимум расставить Вижен Если что, да, поставили хороший вард В миде у нас тусуется Гитавас Можно попробовать его напрячь Либо же Мэда Вот кто-то из них должен подстрять Сейчас или двое сразу Эхо, стоп, шикарный Сверху накрывается это все Реводжем И Эрф Сплиттер, конечно, никуда Но в итоге забрали только одного Бетрайдера Свап от Винги Сбили ТП у нас Гитавас У Гитавас здесь тоже не должен уходить Прожимают хотя стики Пошел Гаш Застанил Виху Виха горит Своим Флэнгвардом Продолжается погоня Пытался там что-то сделать с Акула Но в итоге этого маловато было Там еще умирает нас где-то Леон тем временем Да, забрали Леон Еще будут забирать Т2 По топу тем временем Команда Диджитал Хаос Но в итоге провальные драки В исполнении команды Дринклинг Боис Увы, не в том дело, что провальные драки А в том дело, что их просто жестко гангают Из-за того, что у них просто нет Вижна на карте По сути Вот я открываю, вижу карту У них только вот здесь стоит один Опс и все К сожалению, у него второй есть Ну и такое себе Ладно, не суть Забрали Т1 Т2 по топу тем временем Сейчас, я так понимаю Будут пушить мид Рейлуч там, конечно, в откате Можно было не тратить Расплиттер Потому что он пошел Буквально в никуда От саксы Но комбинушка была хорошая Отправляются во вражеский лес Мизери Сейчас Сакула Тут вот должен понимать Что могут быть проблемки Да, на вардах тут тусуется Вся команда Digital House Также здесь у нас В инвизе бегает акс А вот инвиз было бы неплохо реализовать Например, убить Мизери Хотя бы хоть кого-нибудь убить Поставили здесь Вижн Чуть-чуть краешком А нет, дотянулся Да, должны видеть Должны Мизери видеть Что здесь есть Опс По идее Ну и тем временем Резолюшн 7500 уже Нетворс имеет Также у Вихи 6000 Все прекрасно У команды Digital House Открывая графики Мы можем видеть Что там 8000 практически По голде Преимущество По 4000 По XP Ну ладно XP опять же Это все отыгрываем А вот голда Это печаль Печаль беда Иметь такое преимущество Уже на 13 минуте Для команды Drinking Boys Я имею ввиду Безусловно Так Смоки очередные Приобретает нас Винга Мизери сейчас будет Бить Смок Только с кем И куда Вот в чем вопрос Подходит сюда Резолюшн Что там по метаморфозе Через 20 секунд Появится На Рошана Решили заходить У нас Команда Digital House Не сказать что Прям много урона Но должен падать Рошан Там приличная тычка Уже залетает Просто с руки От Резоля Да Повесили еще сюда А Медалька появилась Тем временем У Винги Так что здесь Все нормально По армору Падет Быстро Рошан Тем временем На топе у нас Drinking Boy Забрали все-таки Т1 Одолели Это первый Тавер в их копилочку Блинк Даггер Появляется у Шенкса Уже тем временем Хотя бы хоть что-то У Акса есть Теперь можно реализовать Этот Даггер Как-то ворваться Удачно Под крепочков Но к сожалению Одного Даггера маловато Нужно что-то На выживаемость Какой-нибудь Вангвард Возможно Блайтмейл Сверху был бы неплох Но Голый тапок Увы не радует Глаз Нужно что-то еще Ну а Диджитал Хаус Недолго думая Разбили смоки После Рошана И отправляются На Т2 по боту Забирать И Тавер Упадет очень быстро Подрубается метаморфоза И Тавер падает Да Очередной Тавер В копилку Диджитал Хаус И пойдут на Хайграунд В принципе у них все Для этого есть Блинк Даггер Также появляется у нас У Му Тем временем У Му Уже откатился Реведж У Саксы Также имеется Эр Сплиттер В принципе у них все имеется Пошел у нас Астрал Спирит Прогоняет подальше Мэда Ну и с Лоу Граунда Резолюшн Просто расстреливает Тавер Ну вы видите Какие плюхандри Отлетают у нас От Тавера Сейчас еще одна иллюзия пойдет Пошел у нас Ахастом Подступает Чуть подальше у нас Команда Диджитал Хаус Ну и видимо Побоялись дальше идти Решили что проще Наверное задефать Свои стороны Потому что там уже активно пушат Дринкинг Бой Сприт пушат Точнее Ну и да Действительно Начинают дефть Что там Рецепт Манта Стайл Я так понимаю Манта Стайл для Резоли Да Манта Стайл для Резолюшна Там смоки Тем временем бьются От Дринкинг Бой Сакула Что там у тебя есть Шадоу Блайт Будет выходить у нас Сларк Но это не скоро У него появится Шанкс Готов реализовывать Свой Блинк Даггер Рядышком есть Мантау У Мантау есть Палец Смерти Если что У Мэда У Мэда есть Лассо Понятное дело Но кстати может построить Сакса Например Но Сакса вовремя уходит Ну и что Готовая Манта Стайл Появляется у нас тем временем У Резолюшна Ну и застыли пока Дринкинг Бойс Будут ли выходить На кого-нибудь Шадоу Блайт Появился у Сларка Ну уже Это уже неплохо Хотя бы хоть Какой-то подсайф Саксу подцепили Сагрили Подлетает сюда У нас тем временем Мэд Полицмерть Ой Какой Квилинг Блэйд Провальный от Шенкса А тут уже и Виха И готов драться Сакса готов Если что Ультовать Не ультовать А их эстом давать Но увы Там потратили все-таки Лассо Умирают у нас Сакса Погоня за Шенксом Там есть Реминант Если что еще Шанкс скорее всего не уйдет Да привязают Тут Вейб залетает От Мизери Мизери просто Застелил фрагу Вихи Пошел очередной Реминант Погоня за Мэдом Мэт может не уйти Там есть если что Чинцы Ну подожди Надо ждать Да пока Заюзает ТП Понятное дело Или нет Ну уже Наверочку забирают Да Действительно Еще один фраг В копилочку Команда Диджитал Хаус Десятый Потеряли они конечно Саксу Но в итоге Слишком много всего Потратили на Саксу Саксу там еще Выжил По максимуму времени Выжил Из своих оппонентов Так что Такая себе драка Итак Прошло уже Семнадцать минут Графики я думаю Сейчас просто Да Чумовые графики Двенадцать тысяч По голде Практически Пять тысяч По экспе Ну опять же По экспе Еще не страшно Да казалось бы Пять тысяч А вот двенадцать тысяч По голде На семнадцатой минуте Это уже Серьезное преимущество И как это отыгрывать Непонятно Потому что Резолюшн уже Десять тысяч Практически Одиннадцать тысяч Нетворса И этот парень Не собирается Останавливаться У него уже есть Монта Драгон Лайнс Дальше Не знаю там Монта Не Монта Точнее Скати Какой-нибудь Будет по стандарту Возможно Либо там Возможно свой Какой-то билд У Резоля Честно я не могу Сказать И я в последнее время Специализируюсь Только на китайской Доте Так что Ни Европу Ни Америку Я уже давно не видел Так что В любом случае Последний раз Этих ребят Я наблюдал на Канадо Капе Ну это было Примерно месяца три назад Там приобрели Меда Меда подцепили Минус армор Тут можно даже Метаморфозу было не юзать Можно было подождать До вражеского хайграунда Тут уже и так бы умирал у нас Бэтрайдер Тем временем С макет Саксы нашли Шенкса Шенкса привязали Вгрызается в Сакула Тем временем Саксу Эхестом Пошел Отпрыгивает Подальше Сакула Сплитер пошел По Шенксу У Шенкса Сейчас будут проблемы Боже мой Шенкс Отправляется в таверну А Резолюшн Там уже вовсю Ломает Т3 Минус два В исполнении Диджитал Хаос Моментально Подходит сюда уже Му Му кстати есть Блинкдаггер Есть у нее там Реводж все еще В очередной раз Бегает Сакула У Сакула есть Если что ультимейт Но этого маловато К сожалению И Сларк Не в состоянии биться Бот потеряли Дринкинг Бойс Перемещается на мид БФ Появляется уже У Вихи На 19 минуте Очень быстро БФ для Эмбер Спирита Пошла Мека Ну и отступают Пока Не рискуют У нас Диджитал Хаос Играют Они очень уверенно Ну оно и не удивительно На такой стадии Турнира Я бы тоже играл на верочку Потому что формат Бест оф 1 Все дела Порой может Одного очка не хватить Опять же напоминаю Что вроде как Два победителя Первого и второго места Этой группы Именно Американских Закрытых квалов Проходят далее на турнир Так что здесь Я так понимаю Ну в идеале Я так понял Из всей вот этой группы Главные претенденты На выход Это как раз таки Диджитал Хаос И Комплексити Тем временем Дринкинг Бойс А кстати Вилджиниус же еще играет Да кстати Сори Поторопился с выводами Еще ЕГ Безусловно Пытались Дринкинг Бойс Здесь гонгануть Тем временем Кого-то из команды Диджитал Хаос Был тут Виха У Виха Уже готов биться Пошел неплохой скан Тем временем От Диджитал Хаос В рассыпную Вся команда Дринкинг Бойс Мэт просто улетает Ну и Диси готова Идти В атаку Пропал тем временем Уже Аегис У Ризоля Но у Ризоля Появился первый Ультимейт Да это все таки Будет выход Тот самый Скади Стандартный Тут у нас Шанкс Успеет ли сбить? Нет не успевает Немножко у нас Виха Буквально Там пикселю Не хватило Чтоб закинуть Ченцы Оно ничего страшного Готовы пушить Хайграунд Вражеский Команда Диджитал Хаос В принципе у них Все для этого есть Опять же есть у них Реведж Где у нас Сакс Друг мой Да вот он В инвизи Тут Ну не в инвизи В самоках На пару с мизери бегает С мизери если что Готов кого-нибудь Свапнуть Поставил вижен Неплохо на вражеский Хайграунд Начинает пушить уже С лограунд Тем временем Резоль вражеский Тауэр Тауэр начинает сыпаться Глифа нет Мантоу Мантоу опасно играет Может поставиться Под свап Так Привязали Мэда Можно его свапнуть Например Там отменил Тем временем В последний момент У нас эхо стомб Товарищ Саксо Ну то три потеряли Полетел Бэтрайдер Бэтрайдер Свап от венги Неплохо Резолюшно Пытались подцепить Но все таки Резоль А Бэтрайдер Потратил лассо Продолжается драка Стан по Мэду Залетает Упал Барак Хороший эхо стомб Подкопали ему Проблема у Шенкса Шенкс умирает В рассыпную вся команда Дринкинг Бойс Там Эрф Сплитер был Тем временем Ну и Вторая сторона падает У Дринкинг Бойс Двадцатая минута Минус две стороны И команда Диджитал Хаос Уходит на третью сторону Ну а Мантоу И компания Решили не ждать И просто пишут БГ Реводж пошел Здесь уже последний похоронный Так скажем Реводж залетает Ну и поздравляем Диджитал Хаос С Победой Опять же Я предсказал Три из четырех В плане магического урона Не угадал Да Надо было все таки Виху я думал На самом деле Насчет этого Ну ладно Не суть Да безусловно Поздравляем мы Диджитал Хаос С Победой Мы сейчас Будем Прерываться на Музыкальную паузу Сейчас я вам скажу Кто у нас будет дальше играть У нас дальше будет играть ФДЛ Против комплексити гейминг Так что Немножко музыки И мы вернемся к вам Совсем скоро Никуда не переключайтесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому